Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо, Надя Эггерск. Сегодня мы попали в мое, наверное, одно из самых любимых комьюнити под сдачу на короткий срок для туристов. Мы уже были в этом комьюнити, мы снимали точно такую же планировку, точно такой же планировки дом, но мы не удержались и захотели еще раз снять, потому что рынок меняется, цены меняются, и почему мы снимаем сегодня для вас? Мы приехали посмотреть этот дом для нашего клиента, который сейчас с нами не находится. Елене привет, Елена живет в Лас-Вегасе, и мы взяли на себя такое обязательство, посмотреть на нее дом, оценить, что подойдет он под нашу покупку или нет, ну и заодно полезно с приятным, и показать вам. То есть, да, опять-таки такая же планировка у нас уже была на канале, только тот дом мы покупали в октябре месяце за 340, этот дом выставлен за 395 тысяч, и это очень-очень низкая цена. Я, честно говоря, удивлена, я не могу понять, в чем здесь подвох, потому что точно такие же дома продавались за последние пару месяцев за 460 тысяч, за 481 тысячу был дом продан, то есть дом явно выставлен ниже рыночной цены. Если вы спросите, что во Флориде, типа, рынок рушится? Нет, он не рушится. Я думаю, что этот агент играет в такую игру, он выставил преднамеренно за очень низкую цену и ожидает multiple offers situation. И посмотрите, мы никак не можем попасть в дом, все приезжают и приезжают смотреть его, поэтому сейчас мы дождемся, когда люди выйдут, мы тоже зайдем. Вот, сейчас попробуем проникнуть в дом, давайте я быстренько по цифрам вам скажу. Цену я назвала 395 тысяч, размер дома 1656 квадратных фит, в переводе на метраж 154 квадратных метра, в доме 4 спальни, 3 ванных комнаты, и чуе здесь есть, мы про это тоже уже в предыдущих видео говорили, но он невысокий для такого типа комьюнити, всего 215 долларов в месяц. Здесь налог 3200 и дом полностью меблированный. Мы сейчас еще пообращаем внимание на мебель, хотим мы такую мебель или нет. Часто бывает мебель красиво выглядит на фотографиях, но когда заходишь, она может быть уже испорчена, то есть сейчас мы на это обратим внимание. И, конечно же, в доме есть бассейн и спа. Вот так. А из чего сделан этот дом? Блочные дома. Блочные дома. И смотрите, крыши мои тоже любимые, они долгоживущие крыши, сделаны из керамики, керамическая плитка. Вот. И дом был выкрашен недавно и внутри, и снаружи. Прям видно, что он очень аккуратный, никаких трещин, не потертые там высвешенные краски. Что у них еще был заменен? Пул хитр, обогрев бассейн новый, бассейн новый и кондиционер новый. Ой, это классно. А, еще про школы я хотела добавить, потому что ко мне очень часто обращаются клиенты и говорят, мы хотим что-то купить там, где мы можем сдавать краткосрочную аренду и где хорошие школы. К сожалению, одно с другим не сочетается, потому что, естественно, в таких туристических районах хороших школ с высоким рейтингом школ нет. Нет, они, естественно, есть школы, но нет того рейтинга, если вы сюда переедете со своими детками и хотели бы, чтобы они ходили в школу высокого рейтинга. Но зато здесь идет и бурлит бизнес. Пройдем посмотрим, Юля? Пойдемте посмотрим. Этот комьюнити очень популярный у туристов. Размер дома просто идеальный. Для этого? Больших домов не нужно, и в таком метраже они вместили четыре спальни. Это очень хорошо. Единственный вот минус, я сразу увидела, это ковролин сразу от порога. Но, кстати, он не грязный, но он уже такой староватый. Да, он еще может послужить. За такую цену, если сравнить тот дом, который был продан за 481 тысячу, там тоже не было какого-то ремонта. То есть, честно говоря, если нам удастся выиграть оффер, мы будем сегодня оффер, скорее всего, подавать. Если нам удастся выиграть, наверное, ну не наверное, я уверена, нам нужно будет предложить больше, пока я еще не знаю, буду обсуждать с клиентом. Но все-таки не будет такой разницы, как 480, да, или даже 460 уже можно положить, например, хорошие виниловые полы. Они будут не очень дорого стоить, не дерево, винил выглядит очень красиво, и он неубиваемый, можно так сказать, очень надежный. Вот, ну проходите, давайте, наверное, начнем. Да, откуда начнем. Со входа сразу здесь спальня. Ты пока показываешь комнату, я обращаю внимание на мебель. Ты знаешь, очень хорошая, в хорошем состоянии. Это можно оставить, да? Это можно оставить. Хорошо. Так, здесь две кровати. Очень важно, чтобы в таких домах хотя бы в одной комнате были вот такие twin beds, они называются. То есть, получается, уже два ребенка может там разместиться в одной комнате. Это ванная. С туалетом совмещена. По мне немножко не хватает как бы второй раковины здесь, но это все, ну, все это вопрос денег и времени, да. Да, то есть тут раковины. Санузел получается на две комнаты, можно было бы две раковины. Это вторая комната, они небольшого размера, но это совершенно нормально. Все стены выкрашены, я смотрю, нет никаких грязных пятен, ни пятен, ни гвоздей. Да, да, да. Проходим здесь выход в гостиную. Обращаю внимание, пока снимаешь на мебель. Да. Мебель кожная. Вот это нормальная, вроде бы, да? Кожезаменитель, скорее всего. Ну, да. Да, но она в нормальном состоянии, вроде бы, да. Я тоже смотрю, вроде бы, да. Никаких потертостей, кстати. Да, он вполне себе новый, я бы даже сказала, практически. Ну, вот этот столик, конечно. Столик можно и заменить. Можно и заменить, может быть, он еще послужит немного. Он немножко здесь уже. Да. Ну, вот это, конечно, такое старинное все, да? Старинное все, как-то. На времен динозавров. Это нужно убирать и сюда просто вешать хороший большой телевизор. Потому что телевизор это тоже смех. Современную какую-то полочку и телевизор большой. Да, 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 да. Большой телевизор, ниша большая, здесь можно вместить достаточно большого размера телевизор. Кухня у нас не гранит. Это, как мы это называем, ДСП? Да, пластик, да. Нет, это даже не пластик, это как ДСП. Но тоже пластиковые ДСП. Кухня большая сама по себе. Кухня большая сама по себе. Здесь столовая зона в кухне. Ну, ты знаешь, я смотрю, на поверхность она не убитая. Нарезанная, не убитая, то есть совершенно нормально, еще очень долго прослужит. Раковины. Все это продается уже с посудой. Ой, это классно. Деревянные фасады, которые можно перекрасить. Да, деревянные фасады можно и оставить, можно перекрасить. Здесь вся эта посуда, все на месте, бокальчики. Да. Вот это тоже все остается, да? Нажимки, кофебалки. Все остается, это все остается. И причем, смотри, пусть техника не навещана, она очень хорошо за ней ухаживает. В хорошем состоянии. Смотрите, она совершенно чистая. И микроволновка тоже. То есть техника еще прослужит. Я в холодильник уже заглядывала, это уже очень такой чистый. Молодцы. Они ухаживали за домом. Хорошо, что на кухне хотя бы плитку положили. Да, плитка. Здесь у нас находится стиральная-сушильная машина. Вот такая она, одна на другой. Ну, это одна. Да, ну, в этой модели домов, они часто. У всех домов в таком помещении, как бы в кладовом. Они стоят одна на другой. Смотрите, мы сюда проходим. И здесь гараж, из которого сделали игровую комнату. Это очень притягивает взор туристов, когда они бродят по просторам Airbnb и выбирают, где им остановиться. Чего у нас тут только нет. Это тоже все остается, да? Это все остается. О, тут есть для младенцев. Младенцев, да? Все, посмотрю, у них очень все хорошо подготовлено. Для двойняшек. И коляска, и для одного ребеночка, и люлька. То есть они молодцы, конечно, ухаживали за домом. И аэрохоккей. Подготовили, и баскетбол. Да, все есть. Аэрохоккей. Это здорово, потому что это стоит денег. Все равно покупатели, даже мои покупатели, кто покупает и из гаража делают игровую, потому что это действительно, это дает больший приток туристов. Ну, правильно. Вот, но это стоит денег. Здесь уже это все есть, то есть на это уже тратиться не нужно. Проходим. Дальше. Здесь, в этом доме есть, как бы, они называют two master bedrooms, то есть две спальни мастер. Да, здесь они оставляют эту мебель тоже. Кровать такая, ничего. Тинг, да, и кинг размер. Ой, красота. Ага, наплели тут. Таких зверушек, что это, это лебеди. Вот это, скорее всего, property manager скажет, избавиться от этого комода. Хотя, может быть, просто от зеркала избавиться и повесить опять-таки хороший большой телевизор. А комод оставить. Ну, это уже будет решение владельца и того, кто будет вести менеджмент. Так, что здесь у нас? Ванная комната, санузел. То есть можно выйти, да? Получается, на бассейн. Здесь можно выйти, да, в зону бассейна. А все это... Так, развернись. Так, поворот, разворот. Да, я хотела заодно посмотреть. Что там? Ребята, вы извините, да, что мы... Я просто еще для клиента своего смотрю. Да, все. Но я еще раз пройду, конечно. Что интересно? Слушай, ну, все оригинал, то есть с начала постройки дома, кстати, я не сказала, дом построен в 2005 году. Вот это нужно будет все замазывать. Здесь, видишь, такая ржавчина. То есть, да, это, конечно, нужно силиконом проходиться. Здесь я вижу трещина. Но это все вызывали на плиточке трещина. Ну, дома, которые продавались, они не были в лучшем состоянии. То есть цена этого дома не потому, что там нужно где-то силиконом пройти. Да. Давайте пройдем во вторую мастер. Тоже кровать большая, king size. Это очень здорово. Да. Очень часто я вижу меньше кровати. Да. Приходится избавляться от тех и все равно покупать king size. Здесь у нас гардеробная небольшая, но этого, честно говоря, достаточно. Похожий комод, как в той комнате. Понятно. Ну, кстати, комод такой мне нравится. Можно и оставить, да? Ну, это уже будет... Ну, здесь все в тему. Посмотри, здесь и кровать, и тумбочки. Здесь как бы это подходит. Да. И еще один санузел. Он поменьше. И здесь вот душевая, пожалуйста. Душевая. Вот это получше душевая. Как будто бы немножечко... Ой! Ссори. Я бы тебя наступлю, а то поссоримся. Тьфу-тьфу. На меня плюнула. Ну что? Как-то... Да, я тоже хочу быстро сейчас посмотреть, заглянуть. Все чисто. Силикон тоже тут нужен. Ну, это ванная не в плохом состоянии. Выходим в зону бассейна. Так, неужели мы все прошли? Да, вставляюсь. Такой компактный, но четыре спальни. Так, вот он наш бассейн и спа. Бассейн и спа. Газончик. Здесь заканчивается комьюнити. Эта стена уже... Конец комьюнити. То есть нет соседей напротив. Это неплохо. Плюс. Чуть-чуть снаружи слышно дорогу. Ну да. Она вот там проходит 27-е шоссе. Ну, в принципе... Приемлемо. Да. То есть внутри вообще не слышно. Это я сейчас вот услышала. Да, да, да. Бассейн в хорошем состоянии. Хорошего размера. Хорошего размера. И очень важно есть спа. Подогревается зимой. Нагревается, теплая. Как я сказала, обогрев бассейна хитр, поменен. На сетку я тоже обратила внимание. Она в хорошем состоянии. Да, кстати, да. Я не вижу, чтобы она... Порвана была, да. Оторвана или что-то порезана. Это тоже все остается. Что хорошо. Ну что? Жарко. Как вам? Устали. Ой, устали, да. Как вам дом? Мы будем очень рады вашим комментариям. Ничего, что я присела. Да, я бы тоже хотела сейчас сяду. Очень будем рады вашим комментариям. Мы очень надеемся, что этот дом будет наш. Сегодня буду бороться за него. Дай бог. Удачи. И подписывайтесь на наш канал. Также мы хотели передать привет Илье из города Добрянка, Пермского края. Илья наш подписчик. Он передал... Попросил передать ему привет через наш канал. Мы очень рады это сделать. Привет, Илья. Спасибо, что нас смотрите. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Илья нас попросил передать привет его... Подожди. Ему. Нет, его городу. И также мы хотели передать привет Илье из города Добрянска до города... Или Добрянка. Добрянка. Так, слушай. Перегрели, всё, давай ещё раз.